Хватает ли продуктов первой необходимости? Есть ли на полках магазинов продукция по социальной цене? И сколько будет стоить продуктовая корзина в этом месяце? На эти и другие вопросы постараемся ответить в нашем рейде. Начнем с ассортимента. В первую очередь нас интересуют товары первой необходимости. Это хлеб, молоко, масло, картофель, крупы и яйца. Окинув беглым взглядом прилавки и полки магазина, констатируем, минимальный набор продуктов питания для покупателей гарантирован. Об этом говорят и сотрудники торговой сети. Поставки у нас регулярные, каждый день, то есть все в порядке, продукции хватает, ажиотажа на нее нет. Цены мы сдерживаем, у нас включен меморандум с правительством города Севастополя, поэтому все в порядке, все хватает. Это понимают и сами покупатели. Повышенного спроса и ажиотажа, как еще месяц назад, тоже нет. Запасаться впрок севастопольцы не видят смысла. Все товары есть в наличии. Да, с этим нормально сейчас все в ассортименте есть, но желательно, чтобы цены были пониже. Все есть, но меньше стало, смотрим, вот сейчас там в том отделе фруктов меньше стало немножко. Ну, так-то как бы все есть, такие товары, которые первой необходимости, они все есть. Старые времена, послевоенные, обычно скупали керосин и соль, и спички. И этого было людям достаточно. А тут сахар килограммами, мешками, куда его набирать, чтобы потом его выбросить, где-нибудь отсыреть. Нет, все есть, все нормально, все хорошо. Теперь поговорим о ценах. Они приятно удивили. Большинство товаров из нашей продуктовой корзины не только не прибавили в цене, а напротив, даже подешевели. Среди них яйца, подсолнечное масло, гречка, хлеб и мука. Рекордное снижение цены продемонстрировало сливочное масло. За упаковку в 200 граммов просят на 16 рублей меньше, чем в прошлом месяце. А вот на сахар и картофель цена немного подросла, но не критично. В среднем на 6-12 рублей. По сравнению с прошлым месяцем продуктовая корзина стала дешевле. Теперь за тот же набор продуктов покупатель отдаст на 35 рублей меньше. Разница небольшая, но радует ассортимент продукции, а также то, что есть социальная цена на жизненно необходимые продукты питания. Владислав Ивенин, Александр Тарасенко, Новости Севастополя.